Я хочу я! Я хочу я! Я хочу я! Ой! Косин! Косин! Еще шагом ты идешь. Ну-ка назад, иди. И сюда и обратно. Где колокол застал? В одну линию становись. А то, смотри, колокол, иди. Ой! Боже, не на себе не грешит. А то, что данный Господь позвал. Иисус Павел и грешил Господь. Только еще раз поклонитесь, как следует. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Планитесь в одну мысль, церковь в одну мысль. Сегодня суббота. Ваня, все помылись? Да! Кто не мылся? Степа только. Ну, а он вчера, моя мать говорит, он вчера дома мылся. Да. Рубаху сейчас защинил только себе. С велосипеда стал слазить и порвал. Жалко-то как. Я сейчас кое-что спрошу вас. Вы как понимаете? Вот человек богатый, бедный, старый. Вы маленько различаете, нет? Да. Можете ответить на такой вопрос? Да. У дяди Володя старый или не старый? Нет. А я? Да. Да. А по чем вы определяете? По возрасту. Возраст определяется тем, как востребован человек, нужен он или не нужен. Бывает молодой он нигде не нужен. Он уже сосарился. Он отжил. А если человек нужен, то этот возраст, ну, годы там скажем так, 70-80, а эти годы на втором плане. На первом стоит, как ты нужен людям. То есть нуждается в тебе или нет, у тебя сегодня не будет. Люди будут чувствовать, что, эх, был бы он сейчас дал, был бы он сделал. То есть нужен. Вот во Вараме нуждались все, а он был, в Ное нуждались все. А ему было 500 лет уже. 500. Что такое богатый и бедный, знаете? Да. Ну, как ты считаешь, вот эти девочки трое возьмем, ну и вы, все с одной семьи. Вы богатые или бедные? Бедные. А? Бедные. Бедные. Зачем бы я вас бесплатно брал в лагерь пятерых? Мне это накладно. По сравнению с вами я богатый. А по сравнению с олигархами я бедный. Но в то же время, вот богатство чем определяется? Духовное. Если мы в Господе щедрые. Не для себя только дай, 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 дай. А умеем другим давать. Вот к этому надо стремиться быть духовно богатым. И делиться тем, что есть. Вот любой посмотрит на вас. Ну, выйди сюда не старь. Вот кто здесь? Ну, а ты сюда встань иди, Андрюша. Вот со стороны кто-нибудь фотографию покажет, вот как мы одеты, какие брюки. Ну, кто богатый? Конечно, вы богатый, а я бедный. Видите как, получается. Ну, богатый-то ты, знаете, какие у тебя брюки-то. А на меня так глянет. Я сегодня новую заплату положил. Вчера впереди и сзади две заплаты. Ну, я богатый. Давай. Я вас научу правильно размышлять. Так. Вот говорит человек высокий или низкий. Чем определяется? Ростом. Кроме сантиметра. Ну? Ростом. Голосом. Так. Кто из нас выше? Я или дядя Никита? Дядя Никита. Правильно. Вы кого знаете высоких людей? Таких, чтобы могли по именам назвать? Валуев. 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 Правильно. Высокий. Он высокий. Его, кажется, Николай звать? Да, Николай. Николай. Валуев. А вот вы слышали, Сталин такой был? Да. Сталина не слышали даже. Кто такой Сталин? Мы слышали. А то спросили, кто такая Крупская. Одни говорят, ну, это какая-то продавщица. Крупская, жена Ленина, продавщица. Коммерсантша говорит. Так вот, рост какой, дядя Володя выше или у меня? У вас. А дядя Володина роста Сталин был такого же роста. Гитлер был такого же почти роста. Наполеон. Высокий был Рейган. А как вы думаете, Христос высокий был ростом? Да. Метр восемьдесят два. Так считается, согласно плащанице. У тебя сколько, Никита? Ну, около того, метр восемьдесят у меня. Вот, это почти чуть повыше маленько нашего Никиты. Да. Так что научитесь правильно определять. Вот человек злой и добрый. Разница есть? Да. Да. А чем определить, что он злой? Пообщавшись с ним. Наверное, пообщавшись с ним. Ну-ка. Говорю, наверное, пообщавшись с ним. Пообщается. Правильно. А так со стороны можно определить? Посмотреть на его лицо. Да. 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 Если бы он был. То есть, учитесь определять. У нас критерий, критерий, сопределитель, мерка, Евангелие. Вот Господь, Бог наказывает за грехи людей. И все люди, вот мы с Саим здесь, а здесь потоп был, здесь километра три вода была. Вот здесь вот акулы плавали, киты плавали. По Евангелию, это по Слову Божию, понимаете, в это время Ноя в потопках тогда было. Вот эти лага образовались из-за того, что вода утекала, промыла. Лага, в которые мы ходим, это от потопа остались они здесь. Так вот, Господь, который потопил мир, Он добр. Благ написано. Никто не благ. А люди говорят, Он злой, он потопил. Все младенцы умерли, все утонули. Все звери, птицы, кроме тех, которые были на М-Ковчеге. Значит, зависит от справедливости. Давид карал врагов. Наказывал, уничтожал, живых никого не оставлял. Ну, как вот сейчас там есть, мусульмане и ИГИЛ так поступают. Но его злым никто не назовет. Однажды люди восстали на Моисея. И он помолился Богу. И они живьем, с женами, с ребятишками. Рот закрывай. Провалились в преисподний ван, закричали и все в огне горят теперь. А Бог называет его кротким, кратчайшим. Это понятно? То есть надо спрашивать, а как по Евангелию это выглядит? Это я вам небольшой урок сегодня дал. У нас служба начинается сегодня с пяти. Вы сейчас поедите. Пальцы не грызьте. Нельзя брать пальцы. Вот. И немножко пройдет через часик-то. Ляжете, обязательно отдохнуть, поспать, чтобы в храме не дремать. Поняли? Угу. Кто будет шуметь, сразу оттуда домой. Будешь стоять здесь. Вот поставить здесь, на часах будешь стоять. Поэтому туда послали отдохнуть. Дети меня сегодня запутали. Переодели юбки другие и спрашивают. Определи, где Маша, где Софья-то. Я сразу юбки смотреть, а юбок-то и нету. Смотрите, у нее зеленая веревочка. Это Маша. У Маши как? Крест зеленый. У Маши зеленая веревочка от крестика. А у нее белая. Ну вот белая. По крестику. И платочки еще. А? Платочки разные. Да они меняют все время, я не знаю, я ошибаюсь иногда. Ну ладно. Так. Обедать там будем или здесь? Там. Давайте. Все. Иначе, Кирилл. Кирилл. Андрей, выходи. Выходи. Давай рассказывайте. Что у вас произошло? Кто первый начал и с чего началось все? Подрались, господи. Да. Кирилл сначала меня ударил лианкой. С чем он ударил? Тарзанкой? Ну, нет. Ляночкой маленькой. Тихо. Тихо. Без тебя. Ну, с чем ударил-то? Я знаю. Лянкой. Что за Лянкой? Не пойму. Игнат Тихонович, я знаю, что это. Это такое растение, береза, еще не выросла. Березка. Да, березка. Березка. Он ударил меня. Я случайно взял ее и порвал. Порвал? Он мне дал подзатыльник. Я дал ему пинок. Это как подзатыльник? Вот так вот. Понял. Он его пнул. Да. Я побежал. А ты его пнул, да? Нет, он меня пнул. Он тебя пнул. Пнул. Ты его вот так пнул. Вот так вот, да? А как? Вот так вот. Да. Именно так же. Вот так. Ну, дальше что? Я побежал в туалет. Ничего, я тебе пнул. А кто из тебя все полезло? Я побежал в туалет. Он взял железячку. Железяку? Ну, там проволока была. Так, и караулил, когда ты выйдешь. Да. По счастям, подожди. Дальше уже нет, уже смерть пошла. Было такое? Да, было. Потом он полез под двери, погоди на себя, залез, остальное не залез, иначе у меня в мир железячка. сколько он на кого встал? А? Ни на кого. Я не пойму, кто на ком стоит-то у них? Кирилл, стейл! Ну ты живой остался. Живой остался. Он говорит, по двери к Кириллу лез, половина залезла, половина нет. А, это было? Да. И приходят и говорят, дядя Вова, там дверь как-то отпала сама по себе. Дверь отпала? Да, у туалета. Андрей, потому что я ее дергал. А почему он ее дергал? Андрей открыл дверь. Я начал ее открывать. Из петель согралась дверь. Понятно. А зачем ты-то там был? В туалет пошел он. А зачем ты пошел в туалет? Его поймать. Понятно. Значит, все абсолютно падает на тебя. Ты виновен. Придумай себе наказание. Как вы накажете, так и будет. Так и будет. Семь горящих на тебе. Безобразие. А родные братья. Ты старше его. И все это. А ты подрался там где-то в церкви. Я слышал такое. Где? Ну где-то там занятия идут. Кого нет-то? Мамка говорила. Что, мать твоя обманывает что ли? А, ты меня докинули, еще мне руку расставили. Ну, ну, тут это не пройдет тебе лавочки. Значит, к нему пальцем больше не прикасайся. Близко не подходи к нему. Будь подальше от него. Ты старший должен за него заступаться везде. Где возможно. А ты вот тебе на железяку. Ты думаешь, на тебя не найдется управа. На тебя найдется человек, который в два раза сильнее тебя. Не разговаривать. И тебя железяка бахнет по башке еще. И все кончилось. А ты думаешь, такой сильный. Вот мы увидим, что такое злой человек. Злой это, который старается ударить его. В туалете у нас было не раз. Один зайдет туда, а другой запрет. И сверху в окошко крапиву кидает. Он думает, что он голый там сидит. У нас было однажды такое. Они не поняли, кто там. А там воспитатель сидит. Они вот давай мочить по всех сторон. В сортире. Мочить. И воспитатель вышел сюда и говорит, они меня вчера там мочили, мочили. Вот мочить торфель, это пустил такую фразу Владимир Владимирович Путин. Про террористов сказал. А у нас ребятишки мочили. По житиям-то нас водный исход делали туда. Водный. Ну давай, становись на место. Я сегодня хочу быть добрым. Так, подожди маленько. Выйди сюда. Так ты-то осознаешь, что натворил? Да. Клани все ему в землю. Попроси прощения. Попроси, Андрей, пожалуйста. Попроси прощения. Попроси. Головой в землю стукнись. Зелой поклон сделай. Зелой поклон. 3 раза больше будет наказано. Давай, проси прощения. Попроси меня, Андрей, пожалуйста. Ну, попроси у него прощения. Голова, Игорь, прости меня, пожалуйста. Проси у него прощения. Попроси у него, пожалуйста. Ради Христа, простите-то. Вот так. Пожалуйста. А ну иди. Вы неправильно делаете. Идемте за стол. Клоточки. Все, на каточку. Клоточки. Руколовок у кое-кому нет. У кого-то нет рукавов, 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 ну это не годится, ты же знал, что это нельзя Я с тобой Так, все, спокойно, садимся, Ксюша Ты куда сидишь-то? А где же моя кастрюля-то с зеленью-то? Так, детки, а где моя кастрюля с зеленью? Там, на кухне Почему, я же говорил, на ней же на земле, чтобы была Холодная Ну что вы, берите, кто может, что Хлеб бери, неси туда его Я говорю, поставить там Вот они побежали За листочком Ксюша и Фрося с ней Слава Христу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому